Мы благословляем сегодняшний день, мы покрываем его благословениями, и мы говорим, что этот день нам в благословение, и мы говорим, что я в нём в благословение, мы в нём в благословение. И хочется повышать норму в нашей жизни, хочется прямо давать возможность, чтобы в этом дне норма увеличивалась. Норма практически во всём. Я в последнее время очень много о норме говорю, и внутренне хочется эту норму повышать. Итак, ну что, пойдём дальше по универсальным установкам. Мы вчера проработали мои желания, мои эмоции. Теперь хочется по самооценке. Давайте начнёмся, просто пойдём к позиции «Я». «Я» классная просто так. «Я». «Я» смотрим на это «Я», видим это «Я». И какое оно это «Я». «Какое оно это «Я», когда я говорю «Я». «Я» классная. «Я» классная. «Я» оно какое. Смотрим сейчас на этот образ, этого «Я». И сразу же включаем «Любовь к себе» просто так. И прямо говорю слух. Можно мне было отрицать «Любовь к себе» просто так. Можно мне было решить, что я не имею права любить себя просто так. «Доброе утро». Смотрим образ, сразу же меняем его. Почему и говорят по методике, хотя бы раз в неделю смотреть на этот образ, проходить через эти универсальные установки и возвращаться к образу. И возвращать себя к этому, не возвращать себя в образе, а к этому. Не возвращать себя в образе, а создавать образ, да, разрешать истинному образу. Можно мне было создать такой образ, и мне он был для чего-то нужен. У меня сразу же идет «Я прославляющая жизнь». «Я прославляющая жизнь». Поменяла образ, изменила его. Можно мне было решить, что я не имею права любить себя просто так. Зачем? Если я буду любить себя просто так, то… У меня сразу первая фраза идет «Я возгоржусь». Меня там занесет. Можно мне было решить, что любовь просто так меня вознесет. Можно мне было решить, что я способна занестись куда-то. «Можно мне решить, что я имею право любить себя просто так?» «Я люблю себя просто так?» «Я классная, я благословенная и благословлена. Я наполнена. Я полная чаша благословения». Я – дух животворящий. Я одесса на то, что я одесса на. Я – причина всего сущего. И так, когда мы смотрим в образ «Любовь к себе просто так», можно мне решить, что я имею право принимать «Любовь к себе просто так». Это просто любовь, которая сияет в моем сердце. Это просто любовь. Я и есть эта любовь. Безусловная любовь. Любовь не которая потому что, не любовь, которая если. А любовь – просто так. Если я изучаю любовь просто так. Если я дух животворящий, то смотрим, если какие-то напряжения, тревоги. И теперь смотрим на индивидуальность. Моя индивидуальность. Часто я такую фразу слышала. Принятая индивидуальность выстроит все грани вашей жизни. Принятая индивидуальность. Я – индивидуальность. Моя индивидуальность. Смотрим образ. Какой образ возникает? Максим, так как мы вдвоем, можем прямо включить эфир. Моя индивидуальность. Или пиши. Пути удобнее. Моя индивидуальность. Я приняла с вами индивидуальность. Можно мне решить, что я способна принять свою индивидуальность. Можно мне решить, что я имею право иметь свою индивидуальность. Можно мне решить, что мне можно распаковать свою индивидуальность. Продолжение следует... Продолжение следует... Можно мне разрешить своей индивидуальности раскрыться? Можно мне разрешить своей индивидуальности полностью раскрыться? Можно мне разрешить свою индивидуальность? Продолжение следует... Что ты чувствуешь, Анастасия? Давай мне обратно на связь. Калина, привет! Да, привет! Слышно меня? Отлично слышно, замечательно! Привет! Рада здесь слышать! Ну вот это была, кстати, вот тот тренажер, который в свое время первый, который у меня сработал в мастер-ките, из которого, собственно, я начала чувствовать результаты. И вот сейчас я снова как бы начала смотреть образ такой, знаешь, как серый воробушек. Началось с этого. И в предыдущие вот это, да, и в предыдущие как бы вот проработки вот этих самых первых тоже вот весь затык, он был в том, что вот эта вот серость, вот этот вот страх, боязнь выделится, да, и так далее. То есть вот это вот то, чего сидело в индивидуальности. И вот как только я в первых самых так вот моих моментах пользования методики проработала именно индивидуальностью, у меня пошли очень фантастические сдвиги. Но это было давно. А сейчас я снова смотрю, и снова идет вот это, опять же, отсылка, ну, конечно, не к такому жуткому образу, но тем не менее, опять вот это вот, ну, как-то себя опять туда немножко так сдвигаешь, задвигаешь. Почему и советуют раз в неделю хотя бы возвращаться по мне в самим установкам? И любовь к себе, и мои желания, и все остальное. Да, и так вот теперь ты смотришь. Просто слетают, правда слетают. Нельзя это сделать раз и навсегда, это все надо делать регулярно. Я вот прекрасно понимаю. Ну, ты знаешь, это как еда, раз в неделю поел и не работает. И хватит. И хватит. Нет, какой раз в неделю? Раз в месяц. А то слишком зажралось что-то раз в неделю. Вот. Нет, нет, нет. Тот же самый момент, когда мы общаемся с другими людьми, ну, и хочешь, не хочешь, их индивидуальность влияет на твою индивидуальность. Где-то зависть пошла, где-то слетела норма, где-то слетела самооценка. Вот. Я много раз уже убеждаю. Если я принимаю индивидуальность, потом как-то так вот в норме индивидуальность. То есть ты и с другими уже по-другому общаешься. То есть ты им позволяешь тоже свою индивидуальность проявлять. Вот давай сейчас вот прямо опять вернемся к этой индивидуальности, любовь к себе. Я образ, моя индивидуальность. Меняем образы. Можно мне было создать такие образы? У меня было право, можно мне было, давай начнем. Можно мне было отрицать свою индивидуальность? Можно мне было отрицать свою индивидуальность? Зачем? Зачем я сама отрицала свою индивидуальность? если я отрицаю свою индивидуальность то я отрицаю индивидуальность зато моя индивидуальность можно мне позволить принять свою индивидуальность сказать гордо слава богу я индивидуальность слава богу что я индивидуальна слава богу что я не как всем у меня на эту фразу прямо такая хорошая хорошая здоровая эмоция мне еще приходит что слава богу что я не обязана и не должна делать то что делают все можно мне решить что я имею право жить из своей индивидуальность ну по-другому там жить творить делать и так сейчас образ я индивидуальность какой пойдем в установку страх значительно лучше значительно лучше а теперь увеличим еще на значительно больше то есть от 0 до 10 мы выйдем на десятку давай поднимем потому что ты знаешь что самооценка это все и так что мне делать чтобы поднять мою индивидуальность ну скажем на пункта 34 прямо сейчас я хочу поднять уровень принятия индивидуальности себя как норму я хочу сначала идем желание я не хочу сначала один контраст я не хочу затапливать свою индивидуальность я не хочу отрицать свою индивидуальность я не хочу терять связь с собой теперь я хочу я хочу принять свою индивидуальность я хочу распаковать свою индивидуальность я хочу все больше и больше проживать свою индивидуальность принимать свою индивидуальность смотреть на себя в зеркало и восхищаться своей индивидуальностью и теперь когда мы смотрим на эти желания мы идем сознательный запрос я приняла свою индивидуальность Я влюбилась в свою индивидуальность. И пока любовь ставим здесь, и идем для того, чтобы усилить напряжение, прямо вызвать напряжение в своем теле, страх. Что произойдет страшного? Вот прямо увеличиваем силу этого слова страшного. Что произойдет непоправимое, чтобы усилить нервное напряжение? Что произойдет такое вообще ужасное, если я приму свою индивидуальность на все 100%? Что произойдет прямо страшное, прямо называемое тут слово, для того чтобы нервное напряжение реально вызвать? У меня сразу идет, я останусь одна. Галина, ну тут совсем ужасный образ стоял сразу. Мы специально его усиливаем, знаешь, для того, чтобы поднять все установки, прямо чтобы, знаешь, я очень люблю вот эти нервные напряжения поднимать, чтобы поднять все установки. Итак, смотрим, какой ужасный образ. Можно мне было создать этот образ? Можно мне, например, думать, что если я распакую свою индивидуальность, я останусь одна на необитаемом острове. Можно мне было так решить? Но это только я так решила. Но только мне можно было так решить. И мы прямо сейчас здесь подчеркнем, что я вдруг так решила. Я, знаешь, немножко с сарказмом. А что я вдруг так подумала? А что я вдруг так себе возомнила? Полегчало? Снизился градус напряжения? Да-да, то есть так уже нет вот этого. У меня реально прям прошлись мурашки по коже. Вот так. Сейчас отпустила. Отлично. Еще узнам нервное напряжение. Что еще может ужасное произойти? Если я прямо приму свою индивидуальность, если я ее распакую. Вот прямо ужасное, что произойдет. Если я вот индивидуальность. У меня сразу идет мысль. Мне придется бороться с другими индивидуальностью. Они же тоже индивидуальностью. Я индивидуальность. И то есть они будут свое мнение отставить. Я буду свое мнение отставить. Я буду свою индивидуальность отставить. Они будут суть. Я прямо вижу борьба. Прямо такая вот правопролитная. Чуть-чуть я вдруг решила, что мне придется бороться, бороться, знаешь, какой образ идет, знаешь, когда-то я прочитала притчу, и там притчи, как боги бросили алмазы на дороге жизни, и они там трутся друг от друга и становятся бриллиантами. Вот такая установка. Мне придется тереться с другими индивидуальностями, чтобы светить. А чуть-чуть я вдруг этой притче поверила. И это надо было поверить этой притче. А чуть-чуть я вдруг решила, что мне надо как алмазу сиять и с кем-то там тереться, а в кого-то тереться, зачем-то тереться, чтобы свои грани отсвечивать. А чуть-чуть я вдруг решила, что я буду общаться с кем-то либо бороться. Это просто индивидуальность моя, это просто индивидуальность их. И мне можно проявлять индивидуальность, и им можно проявлять индивидуальность. Что сейчас-то чуть выше. Ну да, так все спокойно. Тогда еще одно мерное напряжение. Все прямо показывают на тебя пальцем и осуждают, что ты приняла свою индивидуальность. Может, люди – это серая масса, и вдруг ты одна ярко сияешь своей индивидуальностью. И все прямо тебя осуждают, как ты посмела, как ты смогла выделиться среди нас. Прямо такой взгляд осуждения. Тысяч. Что хочется сделать? Хочется спрятаться, да? Ну, не то, что хочется спрятаться, но такой страх, да, что ты можешь пострадать, что ты можешь от этого их негатива заболеть, например, и все это потерять. Отлично. Итак. Все вот эта яркость. Теперь отлично. Мой вот этот страх, что меня осудят, из-за них я могу заболеть. Они меня там проклянут. Они мне там будут как-то завидовать. Они мне могут там послать какую-то порчу. Прямо сейчас. Смотрим на эти мысли. Отчуть я вдруг решила, что их мысли могут мне привести какое-то зло. Отчуть я вдруг решила, что мне кто-либо может сделать порчу. Отчуть я вдруг решила, что это же их мысли. И у меня есть слово принять их мысли или не принять их мысли. То есть, если я соглашусь с мыслями, то они, конечно же, меня испортят. А что, если я не приниму их мысли? Что, если, ну, например, ту же зависть, которую они присылают в твою жизнь? Что, если зависть, которая идет, проклятые гости идут? Что, если я не буду их принимать? Что, если я просто не буду их? Смотрите, так мы говорим. Сергей, привет. Мы принимаем индивидуальность. Прямо сейчас очень сильно принимаем. Мы вчера работали по универсальному установку. Мои желания, мои эмоции. Сегодня мы работаем конкретно по индивидуальности. Итак, что будет самое страшное? Прямо задай вопрос. Что будет самое страшное? Что будет самое ужасное? Если я приму индивидуальность в полной мере? Вот прямо увидеть, что происходит, самое страшное. Мы вызываем специальное нервное напряжение для того, чтобы реально прочувствовать те установки, которые стоят за этим. И Алексейна увидела, что если она примет индивидуальность, то люди будут говорить, и она не справится с этими словами, вот с этими потоками слов, там, там, тропленок, зависти, там, люди будут говорить, будь как все, а что ты выделяешься, а что ты здесь вот сияешь такая какая-то яркая. Итак, вот прямо сейчас усиливаем это нервное напряжение. Вот я приняла свою индивидуальность. Я кайфую от своей индивидуальности. Мне можно принять свою индивидуальность. Мне можно прямо вот ярко, вот яркий образ. Итак, что, Людмила, сейчас ты чувствуешь? Вот в твою сторону говорят, в твою сторону проклены послали. Да как ты посмела вообще свою индивидуальность проявить? Да кто ты такая, что после своей индивидуальность думаешь? Что ты чувствуешь? У меня такой образ, такой образ пришел, вот такого спокойствия. И вот ребенок просто спокойно спящий, вообще вот маленький, да, которого ничего не беспокоит, и ничего не может его, в общем-то, ничего ему не может навредить. То есть, смотри, спящий, а теперь разбуди этого ребенка. То есть, правильно, он спящий, он не слышит. Смотри, в твоем образе лучше заснуть и не слышать. Лучше быть ребенком и как бы ни за что не отвечать. Я сплю, я тут ничего не слышу, и так далее. Нужно мне было решить, что только если я засну, ну как бы что-то засну, в сознании засну, тогда я не буду слышать вот этого всего гвалта. У меня сразу образ воробьи, знаешь, который просто воробушки там кто-то кушает. Итак, смотри, у тебя есть вера, что тебе могут навредить. Можно мне было решить, что кто-либо может мне навредить. Это значит, я часто привожу такой пример. Вот у меня стакан в руках, я тебе его даю. Ты можешь его взять, а можешь не взять. Вот я сейчас прямо беру, говорю, Артем, вот у меня чашка кофе, на. И ты решаешь, принять эту чашку кофе или не принять. Так же в твоей жизни, когда что-то говорят, например, плохое, ты решаешь, принять или не принять. Когда тебя проклинают, ты решаешь, принять или не принять. То есть принять, проклянуть, или не принять проклянуть. Ну, говорят, ну, воробушки, ну, черекуют, ну, там, семечки свои грызут, ну, что-то они там черекуют. Но это ты решаешь, принять эти или не принять. как сейчас ты чувствуешь тебя проклинают тысячи ты едешь на классной тачке просто крутейший и люди выворачивают глаза блин насосала блин ну вообще там просто переспала с кем-то у тебя осуждать чтобы чувствуешь все равно это просто люди говорят люди на той люди чтобы они говорили они не могут не говорить это были люди не говорили потому что кто-то будет говорить кто-то скажет колхозница поехала кто-то скажет что колхозница поехала могла бы лучше тачку отсосать мне честно вообще вот вот такие вещи перестали смущать потому что как-то вот если бы мне это было неприятно да то есть мне пришлось бы как-то очень вот доставить извините там отсосать и поэтому и поэтому у меня что-то получилось бы да то есть тогда было бы как-то вот неприятно когда а это все и так удовольствие мне вот сейчас я себя хорошо чувствую так мне вообще наплевать я даже замечаю какой-то на слоту и в сторону таких людей у кого лучше и как бы где мне интереснее ну точно Politker смотри когда моя себе да и есть не 91 что меня что означает это люди сегодня людей блюдо деньги это люди занимаются своим деем они приняли свою индивидуальность и живут от индивидуальности. То есть они приняли это как факт. Итак, моя индивидуальность. Опять смотрим образ. Моя индивидуальность. Моя индивидуальность. Я кайфую от своей индивидуальности. Я кайфую и я позволяю видеть индивидуальность других людей. Тут же еще один момент. Когда мы не видим своей индивидуальности мы другим не разрешаем проявлять. Откуда вообще претензии другим людям? Откуда требования к другим людям? Потому что мероприятия nehmen о тебе нельзя быть индивидуальностью, тебе нельзя быть другим. Ты должен быть точно таким же, как я. Когда ты будешь такой, как я. Когда мы принимаем свою индивидуальность, мы позволяем другим быть индивидуальными. Когда мы принимаем свою индивидуальность, когда мы не отрицаем индивидуальность других людей. Потому что если я отрицаю свою индивидуальность, я начинаю отрицать индивидуальность других. Когда я хочу, чтобы все были как масса. Или такие, как я. Тогда пойти под мою дудку. Когда у нас начинается требование быть другим людям. Когда мы детей пытаемся тоже сломить их индивидуальность. Итак, моя индивидуальность, но и индивидуальность других людей, когда уходит вообще образ серой массы. Откуда вот этот образ серой массы? Мы видим толпа, серая масса. А именно отсюда она идет, потому что мы отрицаем свою индивидуальность. Чтобы не быть серой массой, мы как-то пытаемся от нее отниживаться. Но я же не серая масса. И в итоге мы противостоим, мы становимся против людей. А раскройте, значит, твои люди. Когда мы видим не серую массу, когда мы видим тысячи, тысячи индивидуальностей, тысячи, миллионы индивидуальностей, сколько людей, сколько индивидуальностей. Когда мы видим, что вокруг не серая масса, а индивидуальностей. И когда мы разрешаем каждому из этих людей быть индивидуальностью, мы не отрицаем индивидуальность других людей. Можно мне было решить, что я имею право отрицать индивидуальность других людей. Зачем? Вот тоже очень интересный вопрос возникнет. Какое нервное напряжение возникнет, если я отрицаю индивидуальность других людей? Если я отрицаю индивидуальность других людей и считаю все эмоции, то, например, я лучше их. Когда это уже идет, если я лучше их, тогда это идет противостояние. Тогда мне нужно постоянно быть лучше их, чтобы самому себе доказывать, что я лучше. Тогда мне нужно все время доказывать, что я не такая, как они. Когда мне нужно уходить с этой земли, теперь вот очень внимательно, прямо сейчас услышите это. Тогда мне нужно постоянно бороться за жизнь, потому что я все время на грани жизни и смерти. Потому что я не такая, как они, и я не хочу быть такой, как они. Значит, я стараюсь уйти с этой планеты, потому что жизнь на земле невозможна. Потому что мне постоянно бороться с многими миллиардами людей. Чувствуете, где вот этот запах смерти? Ну, раз я не такая, как все, значит, мне не место на этой земле, значит, мне надо уйти. А это значит, я приглашаю особо на граждане. А если я не хочу приглашать, мне надо постоянно бороться с смертью. А это есть система выживания. То есть это есть система, где я выживаю за право. То есть я как бы доказываю, что я должна здесь жить, но по факту я не могу здесь жить, потому что я же не такая. Что сейчас чувствуете? Здесь нервное напряжение. Специально как бы сгущаю краски, чтобы вызвать это нервное напряжение. Я приняла индивидуально других людей. Что смущает? Если я принимаю индивидуально других людей, то... Сергей, ты уже включай сюда, пиши или включай эфир. Мы можем себе позволить давать обратную связь. Я хочу, чтобы эта норма не остановилась. Алексей, что ты чувствуешь? Если я принимаю индивидуально других людей, то... Вообще все спокойно. Ну, я и принимаю свою индивидуальность. То есть мне уже как-то вот ровно сейчас все. Насчет вот такой вот толпы. Тут немножко просто связь была такая, я через слово услышала. То есть вот когда вопрос серая толпа, у меня даже толпа уже не серая. То есть я вот вижу этот город Токио, да, где толпы людей. Но они все очень интересные. Все такие очень разноцветные. Индивидуальные. На каждого хочется посмотреть. Ну, с каждым так вот приглядеться. То есть каждый вот очень-очень разный. И в этом наша уникальность. Смотри, и в этом наша уникальность, да. Вот что мы все разные, но при этом мы можем находить какие-то точки. Точки синхроны. Я вот вчера, я думала по этому поводу, вот предположим, все индивидуальности. Да, в моей голове, что все индивидуальности, то есть мне как бы надо на их форме выделиться своей индивидуальностью. Я как бы должна, да, я должна выделиться, чтобы хоть как-то не быть похожей на них. А если без должно, для меня все люди индивидуальны. Отлично. Видишь, Сергей принял индивидуальную другую. А свою индивидуальность, как ты воспринимаешь? Я люблю себя просто так. Моя индивидуальность. Мне можно распаковать свою индивидуальность. Мне безопасно. Давайте так, мне безопасно распаковать свою индивидуальность, мне абсолютно безопасно раскрыть свой божественный потенциал, мне безопасно раскрыть свой божественный потенциал, это и есть раскрыть свою индивидуальность, свою неповторимость, свой индивидуальный почерк, у меня свой индивидуальный почерк. А ну, чуть-чуть здесь как бы усилим вот этот момент. Отлично, я красавчик. Да. А теперь усилим. Класс. У меня свой индивидуальный почерк жизни. У меня свой индивидуальный. А теперь усиливаем сейчас градус. Я горжусь. Своей индивидуальностью. Я горжусь своим неповторимым почерком жизни. Давайте немножко сейчас пройдем, потому что где-то если религия оставила свой... Не гордись, гордость так плохо. А я горжусь своим уникальным почерком. Я горжусь своим божественным потенциалом. Я горжусь своей индивидуальностью. Что чувствуете? Что произойдет? Самое-самое страшное. Давайте еще сейчас какие-то установки и напряжение поднимем. Если я действительно раскрою свой божественный потенциал, то просто раскрою его на все сто. Что произойдет, если я распакую свой божественный потенциал? Не можно раскрыть свой божественный потенциал. Я способна. Можно мне решить, что я способна раскрыть свой божественный потенциал прямо сейчас. Можно... Я имею право. Вы прямо, знаете, вы прямо делаете вот такой вот акцент. Такую... Детику впустите. И в это слово я имею право. Я имею право. Мне можно. Я разрешаю себе. Я могу позволить себе. Я разрешаю себе раскрыть божественный потенциал, раскрыть свою индивидуальность, распаковать свою индивидуальность. Прямо сейчас. Сейчас я раскрыла свою индивидуальность. Сейчас. Сейчас. Почти смотрим, где есть нервное напряжение в теле, как оно ощущается. Прямо смотрим, присматриваемся к этому нервному напряжению. И задаем вопрос, с чем связано это нервное напряжение? Айтин, включайся. Мне так здорово, когда кто-то говорит, а не пишет. Среди этого, да, он не может. У меня в этом рядом со спящими. Итак, сейчас. Сейчас мне можно раскрыть свои индивидуальность. Сейчас я сияю свои индивидуальность. Прямо сейчас я всю полноту свои индивидуальность раскрыла. Что напрягает? С чем связано напряжение? Айтин, включайся. Включай эфир. Так, так, я здесь. Что смущает? Что напрягает? Если я вот сейчас распаковала, вот прямо сейчас раскрыла, прямо сейчас, у меня появляется гордость, моя индивидуальность. Класс! Ну, как бы может закончиться энергия. Вот это смущает. Смотри, можно мне было связать, что если я раскрою свою индивидуальность полностью, то энергия закончится. Но мне так можно было думать. А теперь давай опровергнем эту муницип. Энергия может закончиться? Нет, никогда. Никогда. Наоборот, ты знаешь, чем больше. То есть мы вот такой канал, ну, такой ротик принимаем, она столько проявляет. Расширяем, она больше начинает течь. Расширяем, она еще больше начинает течь. Вот. А даже, наверное, не течь, а даже, наверное, как аккумуляторная батарейка, я думаю. Мы ночью заряжаемся, утром просыпаемся. Зарядились. Даже не то, что ночью. Смотри, сегодня в практике говорят, что пять минут медитации они могут заменить полностью ночью сон. Поэтому я могу себе позволить, например, если я чувствую, что энергия где-то пошла в разнос, я даже такую, ну, факт себе делаю. Я просто закрываю глаза и говорю, так, пять минут, я сейчас отдыхаю. Я подключаюсь к этому источнику, я разрешаю этому источнику. Не то, что я подключаюсь, не подключаю, а я как бы... Ложусь на поток, вспоминаю, что я в потоке. И я позволяю эту энергию течь. Я вот тебе говорю, так, пять-десять минут я сейчас подремлю, и через пять-десять минут я проснусь абсолютно обновленной, абсолютно окрыленной, абсолютно наполненной, абсолютно. Да, вот Селёша пишет, что каждый – это выбор проявлять свою индивидуальность. Да, это выбор. И вот мы сейчас говорим о выборе, что я выбираю проявлять свою индивидуальность. Я выбираю, что чем больше я проявляю индивидуальность, тем больше энергия течет через меня, тем больше и я есть этот поток энергии, тем больше я изучаю эту энергию. Энергию жить, энергию создать, энергию творить, энергию формировать. Энергия, энергия жизни, дух жизни, желтворяющий дух жизни. Я выбрала проявить свою индивидуальность. Если мы говорим о выборе, я выбираю раскрыть свою индивидуальность. Я выбрала, это мой выбор выбрать, раскрыть все грани индивидуальности. И когда мы смотрим на другого человека, понимаем, что он индивидуальность, но он еще по каким-то причинам не раскрыл свою индивидуальность, это его выбор. У него есть причина не раскрыть свою индивидуальность. Может, ему опасно раскрыть свою индивидуальность. Ну, неважно, да, что в его выборе. Сейчас мы с вами на свой выбор. Это я выбрала, чтобы свою индивидуальность. И смотрим, какие выгоды есть, если мы раскрываем свою индивидуальность. Я люблю свою индивидуальность. Она здесь немножко еще подсвечет. Кто-то выбирает, будет серой неприятной массой. Ну, кто-то выбирает, да, но это их выбор. Мы с вами на свой выбор. Итак, я выбрала любить свою индивидуальность. Я выбрала любить свою. Я выбрала любить свой выбор. Мы пойдем вот сюда вот сейчас. Я выбрала любить свою выбор. Я выбрала любить свою индивидуальность. Что здесь чувствуется? Как оно ощущается? Как оно чувствуется? Чувствуется подъем сил, правда, я вот уже буквально себя словила на мысли последние пару дней, тоже как-то вот вечером приходишь, немножко уставший, да, и вот просто переключаешь фокус внимания на что-то деятельное, ну такое вот спокойное, да, то есть без спешки самое главное. И реально снова силы откуда-то берутся в большом количестве, поэтому я вот полностью согласна, вот это наша старая парадигма, что пришел с работы, устал, надо отдохнуть, вот это вот точно надо ломать. Ну не ломать, менять, да, трансформировать больше, потому что слово ломать, это что такое, трансформировать, только я так думаю, можно мне было так думать, что я устал, вот видишь, ты говоришь, смена деятельности, то есть смена деятельности, энергия пришла, то есть смотри, закон не то, что закончилась, а как бы там определенный объем энергии на том, на той деятельности, и как бы ты сменила деятельность, и энергия пришла, то есть ты же не только сменила деятельность, ты сменила место, когда ты была на работе в офисе, ты приехала домой, и уже сам дом, атмосфера дома, она уже наполняет, атмосфера дома, она уже переполняет тебя. Это просто новое парадигмное мышление. Теперь я решаю, что прихожу домой, полна сель, или так, я прихожу домой и заряжаю атмосферу дома. Выбор индивидуальности, это взять ответственность за свою жизнь, за ее краски, да, да, за ее интересы. Смотрите, мне вчера задали вопрос в Инстаграме, что делать, если нет интересов жизни, вот если все интересы жизни исчезли. Теперь то же самое, проработать, и у меня есть много интересов жизни. Я решаю выбрать, что у меня они есть, то есть даже, как я выбрал, что у меня отсутствуют они, то есть даже я выбираю, что у меня много интересов жизни. У меня не только работа интерес жизни, потому что очень часто люди живут только работой, да, и, соответственно, только если работа, как интерес жизни, и ничего другого. Конечно, у меня много интересов жизни, у меня много грани индивидуальности, у меня много талантов и дорог, потому что тут мы можем вот сюда еще будет уже пойти. Я выбираю, что у меня много талантов и дорог, я выбираю, что у меня много интересов жизни. Я разрешаю себе иметь много интересов жизни. Это мой выбор. Я люблю свой выбор. Не просто иметь интерес к жизни. Вам много интересов. Не просто интерес к жизни, а к грани к жизни. Ведь у жизни очень много грани. Очень много грани. Мне тоже вчера вы дали вопрос. Ты что, веришь в Бога? Я говорю, верю. Это как бы в прошлый лет. Я говорю, понимаешь, в жизни столько тайн, столько много тайн. И я понимаю, я разрешаю жизни иметь свои тайны. Я разрешаю жизни иметь какие-то свои тайны. И таким образом, когда ты какую-то тайну раскрыл, ты прям такой, вау, класс. И тебе такой прям подъем идет энергии. Ты знаешь, что-то тайное становится явным. Потаёмное выходит наружу. Итак, я люблю свой выбор своей индивидуальности. Я люблю свой выбор интересов жизни. Я люблю интересы в жизни. Я имею много интересов в жизни. Я имею много талантов и даров. Я раскрываю свои таланты и дары. Мне нравится раскрывать свои таланты и дары. Вот, давайте прямо усилим здесь фокус. Мне нравится, я люблю раскрывать свои таланты. Мне нравится раскрывать грани своих интересов. Как здесь чувствуется, когда мы говорим это в службе. Я люблю раскрывать грани своей души. Я люблю раскрывать индивидуальность. Я люблю распаковывать свои таланты. Как ощущается это? Мне можно раскрывать свои таланты. прямо энергия начинает ощущение энергии меня много интересов жизни я выбираю что у меня было много если у меня много интересов в жизни то мне сразу тогда жить точно скучно очень часто установка придет вам если будет то будет скучно если все мои желания исполнится как бы жизнь становится скучным а если у меня много интересов жизни если я много грани интересов точно у меня такая сразу точно скучно точно точно не до скуки какие сейчас инсайты приходят какие понимания приходит ну точно да такой фейерверк просто фейерверк точно не скучно точно фейерверк много-много чего такого яркого я выбираю много интересов жизни я выбираю интерес к самой жизни то есть смотрите чем отличается старый человек от молодого хотя мы не делим конечно людей на старых и молодых только лишь наше деление у молодого очень сильно горят глаза интересам жизни у человека который выбрал быть старым у него интерес жизни ну такой фильм посмотрели там сериальчик посмотреть ну как бы может быть какая-то ограниченная ограниченная не могу сказать что общаться вот интереса жизни но ограниченный интерес к жизни мне можно интерес интересы не просто даже к жизни а гранем жизни не просто интерес жить а интересы жизни. Видите, мы начали с индивидуальности, мы начали распаковывать индивидуальность, и вы поняли, что каждая грань индивидуальности, она имеет свою грань интересов в жизни. И вот это придает, конечно, очень большую сразу энергетику. Мы молодцы. Кто молодец? Я молодец. Кто красавчик? Я красавчик. Я классная красава. Класс. Мой выбор распаковать индивидуальность, мой выбор раскрыть свои интересы к жизни. Мой выбор увидеть, что мне интересно. Прислушиваться к интересам своим. Слушать свои интересы. Видеть свои интересы. Раскрывать эти интересы. И такой, кайф. Как много еще мне интересненького. Интересненько, интересненько. Состояние кайфа. Ай да мы. Ай да молодцы. Все. Мы молодцы. Индивидуальность приняли. И идем дальше. До завтра. Всех благ. Эпибель. vários благ. Пока. Продолжение следует...